Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада вас всех видеть. Прямой эфир, как и обещала, с доктором Василенко, и мы ответим на все ваши вопросы. Вопросов задано очень много. Я их уже написала себе, отсканировала. И сейчас к нам присоединится Ирина, и мы на ваши вопросы будем отвечать. Скоро Новый год, поэтому у меня тут рядышком вот такая вот красивая елочка. И я прям от всей души вас поздравляю с Новым годом, с наступающим. Хотя еще, конечно, очень рано. Очень попрошу вас, если среди вас есть адекватные люди, не отправлять мне просьбу добавить в эфир. Естественно, вас я в эфир не добавлю, а вы просто мешаете нам начать нашу работу. Спасибо вам большое. Я абсолютно без косметики только что сделала уход. Ну, такой с массажиком, с легким пилингом. Вот. И вот так вот в полной естественности... В полной естественности с вами и общаюсь. Сладится к нам Ирина. Ирина, можно вас попросить чуть-чуть подальше сесть? Потому что иначе не видно половину вашего лица. Вот так вот замечательно. Еще раз представляю доктора Ирина Василенко, пластический хирург, один из ведущих хирургов России, которая уже не первый раз помогает мне радовать вас различными пластическими операциями. Вот опять мы разыграем с Ириной любую пластическую операцию на ваш выбор там из определенного перечня. И сейчас Ирина будет отвечать на ваши вопросы. Ирина Николаевна, сразу предупреждаю, вопросов очень много. Вот я наскринила кучу вопросов. Вот. И мы сейчас... А когда я говорю много, прямо в эфирах, в сторисах, у людей вопросов больше и больше. Да, это точно. Ну, потому что я вот сегодня провела опрос, кто хочет сделать пластику, кто не хочет. И знаешь, 67% все-таки хотят. Поэтому 67% это, конечно, много. И я вот, у меня был прямой эфир с Еленой Хангой позавчера. И она, ну, взрослая женщина, да, она тоже говорит, что вот там после родов такая ужасная грудь. И я ей говорю, ну а почему не сделать-то грудь? Она говорит, ну вот, я была на передаче у Леры Кудрявцевой, у нее... Я говорю, знаете, Лера Кудрявцева очень хорошо кайпанулась на этой фигне. И, конечно, вот у нас просто люди, они верят всему, чему только возможно. То есть люди безумно доверчивые. И люди, конечно, еще и не разбираются в этом, они и не обязаны разбираться. Вот. Поэтому давай перейдем все-таки к вопросу, потому что их реально очень много. Итак, когда можно делать грудь после грудного вскармливания? А если грудное вскармливание длилось от 6 месяцев и более, можно делать грудь через 6 месяцев по окончанию ГВ. Если же грудное вскармливание длилось совсем немного, там месяц-два, лучше подождать год. Потому что вот этот короткий промежуток грудного вскармливания говорит о том, что еще год гормональный фон будет приходить в норму, и про то, как молочных желез может быть молозиво. Даже если на давление сосков нет молозиво, даже если на УЗИ протоки не расширены, нет молозиво. Тем не менее, во время операции хирург может пройти через железу, и будет молозиво, а контакт импланта и молозиво может вызвать нагноение. Потому что в молозиве содержится... Вы очень серьезный профессионал, но отвечать надо коротко, иначе вы садитесь на всю оставшуюся жизнь. Вы услышали, мы знаем, что вы можете... Вот полгода. Да. Каким образом может быть опасна блефаропластика? Ну, если исключить все противопоказания, блефаропластика не будет опасна, если она сделана по показаниям. Насколько способ увеличения груди и ягодиц собственным жиром? Ну вот, извините меня, попу можно увеличивать очень сильно, а вот грудь сильно не получится. На полразмера это максимальный результат, который может достичь. Добрый день. Можно ли без импланта сделать подтяжку груди? Размер 2. И вы можете ответить по консультации онлайн? У нас есть онлайн-консультации, мы их с удовольствием проводим. Они платные, все деньги идут на благотворительный фонд, мы отправляем в лагое дело. И без имплантов можно сделать подтяжку, да. Сколько стоит блефаропластика ВЕК? Все цены на сайте. У меня 65. У сотрудников клиники 45. Поэтому на любой вкус и, так сказать, на любой кошелек. Понятно. Дальше. После одной операции можно исправиться от висячего живота? Да, конечно. Чаще всего. Это одна операция, чаще всего. Какое обследование нужно сделать перед блефаропластикой? Общий клинический госпитальный комплекс, терапевт-офтальмолог, как диаграмма, амфилография, ковид, все. Как обычно. И вот этих вопросов очень много, когда скринила, видела, импланты в груди необходимо менять со временем? Или один раз и навсегда? Есть вероятность того, что придется поменять, но так ставится, в принципе, один раз и навсегда. Менять их специально не надо. Если нет никаких проблем, если грудь держит красивую форму, тогда, пожалуйста, ходите сужить с этими имплантами. Вот это очень смешной вопрос задала его Алина Морозова. Я сама отвечу. Правда, что сделанные грудью на морозе мерзнут и болят? Алина Морозова. Может быть, потому что у вас фамилия Морозова, у вас грудь замерзнет на морозе? У меня не мерзнет, и ни у кого больше она не мерзнет, и не болит. Ни на морозе, ни на жаре. Уже я с грудью 7 лет, и где я только не бывала. Ты в прорубь ныряешь? Да, и ныряю в прорубь, пожарею и так далее и тому подобное. Так, добрый день. На одной груди сделана радикальная мастеэктомия. Вы делаете реконструкцию? У нас есть хирург-онколог, совместно с ним мы можем проводить реконструкцию. Несколько этапов, возможно. Есть ли противопоказания для операции на живот после родов? Есть противопоказания, они общеклинические, поэтому обязательная консультация перед такой операцией, хотя бы онлайн-консультация. Добрый день. Миопия минус 7 является противопоказанием к блефору? Миопия и другие патологии не противопоказанием в любом случае, но заключение дает офтальмолог. Главное, чтобы не было прогрессирующих изменений. Можно ли грудь с первого номера сделать сразу третьим? Как нагрузка на позвоночник? С первого на третьим можно. Если растягивается кожа, растягивается внутри ткани, можно с первого на третьим. А с первого на третьим вряд ли. Нагрузка в позвоночник никакая не будет. Это буквально до 400 миллилитров. Поэтому каждое... Какая тема... Потому что если у вас позвоночник слабый, у вас с нулевой грудью будут проблемы, если вы не работаете над спиной. Или если вы сидите криво, или, я не знаю, что-то еще делаете. Если вы располагаете факторы, конечно, будет проблема. Но если человек нормальный образ жизни ведет, не должно быть никаких проблем. Можно ли кормить груди с имплантами? Да, у меня очень многие пациенты, которым я ставила импланты, которые сразу же беременели, там, 4 месяца, 6 месяцев. И все у них в порядке. Хотя я рекомендую годный. Такие знакомые даже среди очень известных блогеров, которые прекрасно кормили с имплантами. Кормят, да. Кормят, даже если доступ к периореолярной, то есть с повреждением протока через револ. Все равно кормление, лактация идеально. Тут опять вопрос, можно ли сделать подтяжку в груди без имплантов? Можно, Ирина уже ответила. А цена на сайте. Далее. После абдоминопластики можно рожать? Конечно, можно. Единственная проблема, которая может быть, если вам ушивали диастаз или сетку накладывали, вот там могут быть проблемы. Может быть рецидив диастаза. Если сетка, надо обсуждать хирургом. Можно или нет рожать, беременеть. Как долго период реабилитации после абдоминопластики? До двух недель. Ну, компрессионная и ограничение в течение месяца. Можно ли сделать увеличение груди и одновременно удалить фиброаденому? Да, как раз у меня такая операция будет в субботу. Мы это делаем. Я четко пальпирую фиброаденому, если я ее четко вижу, где. Если она хотя бы сантиметр в диаметре, ее можно найти и интероперационно удалить. После кесарева живот висит. Реально убрать? Ну, конечно, реально. Этим Ирина Николаевна занимается. Дальше. Здравствуйте. Хочу сделать реферопластику верхнего и нижних век. Боюсь на отпозу. Можно и без него. Ну, конечно, анестезию. Очень часто мы делаем. Практически всегда. Анестезию. Конечно. Это вообще не страшно. Взялись бы сложные пациентки вернуть былую красоту бесплатно. Мне, если только. Я очень сложная пациентка и хочу вернуть былую красоту. Девочки, очень странный вопрос. Сохранится ли грудь с имплантами после родов? Да, сохранится. Ну, 50 на 50. Может быть, чуть, конечно, она станет мягче. Может быть, повиснет. Но очень часто сохраняется такой же красивый результат. Это еще, наверное, зависит, насколько поправился человек во время беременности, да? Да, коммунально. Насколько набирает вес. А можно убрать растяжки после трех родов на животе? Можно. В рамках обдомной пластики эти растяжки можно убрать. Ага. Так. Опять вот тут спрашивают, значит, грудь надо делать ли каждые 5 лет. Мы про это сказали. Правда ли, что после родов живот только пластику уберет? Тоже скажу как тренер. Это зависит от размера фартука. Вот от какого размера фартука берется выделать обдоминопластику, Ирина? Есть такой показатель? Вот если кожа тянется, если на ней есть вот эти 3 растяжки, если вот она уже мешок, а подкожевого клетчатки нет, уже год после этих родов прошел. Ну, это обдоминопластика. Ага. Какие пластические операции на теле? Это может быть у моей супруги или у вашей? Я ничего не поняла. Хорошо. Мы как бы, это у нас аминка-дорджинка. Мы аминке все простим. Аминка есть аминка. Дальше. Так. Здравствуйте. Удалять фартук после трех родов – это дорого, живот большой. У нас стоимость обдоминопластики, липообдоминопластики от 300 до 350 тысяч. А дорого или больнее – это уже вам решать. Потому что я знаю цены и 500, и полмиллиона, и миллион. Вот что-то, Ирина, как-то это упает. Ну, как-то у вас совсем недорого. Дальше. Какой доступ лучше, по вашему мнению, через ореол или под грудью? Я делаю через ореол, но здесь нет, лучше, хуже. Здесь есть плюсы-минусы. Я для себя, как хирург, выбрала этот доступ. И аргументирую его для своих пациентов на приеме. Сейчас вы мне делали под грудью. У меня большой имплант был? Да, потому что было немножко там, были причины. Там, тос, поэтому... После подтяжки груди, собственно, как бы без импланта, долго ли держится? Не пустая ли остается? Ой, звук пропал, Ирина. Ирина, пропал звук. Что такое? Ирина, звук пропал. Ирина, звук пропал. Ирина Николаевна, звук пропал. Пропал звук. Нет звука. Звука нет. Что случилось? Ирина, звука нет. Алло, где звук? Не слышно Ирина? Я тоже не слышу Ирину. Так, сейчас она, может быть, зайдет еще раз. Подождите, да, сейчас подождите. Угу. Сейчас еще раз Ирина зайдет. Лена, ничего не делала. Звук открытся. Подождите, как сделала Ирина. Вот. Еще чуть-чуть подождите. Вот, шикарно. Значит, дальше. Можно сразу сделать живот и убрать бедра? Ну, лепки посадки бедра можно сделать, да. Убрать жир, да? Да. Так. При склонности к килоидным рубцам, какие виды пластики можно делать? При склонности к килоидным надо смотреть, во-первых. Во-вторых, это специальные техники должны быть. Во-первых, использование гормональных препаратов. И в ранних периодах, когда формируется рубец, мы используем буки, терапия, терапия рентгеном лучами. Тогда практически этот килоид сходить на нет. Если ожог на одной груди, реально ли вырезать его и приделать в живота кожу? В принципе, трансплантологи этим занимаются. Надо смотреть. Мы лично этим не занимаемся. Это должен быть комбустеолог, либо трансплантолог. Можно ли беременным делать какую-то пластику? Нет, конечно. Ни инъекции, ни пластику, ничего нельзя. Все это беременность противопоказания. Конечно. В 44 можно отрезать жигут, который отвиск после родов? Так вот в 54, девочки, если нет противопоказаний. У меня самая взрослая пациентка была 72 года. Абдоминопластика возможна в процессе похудения, а не когда уже нет лишних килограмм? Нет, надо стабилизировать вес и потом уже идти на абдоминопластику. Ну да, иначе смысла нет. Будет стабильным. Вы не должны сильно похудеть, но он должен быть стабильным. Блефоропластику лучше делать до лазерной коррекции зрения или после? Это вам решать. Это не имеет значения, да? Можно до, можно после. Это не связанные между собой операции, коррекции зрения и пластика. Когда бывает отторжение имплантов? В груди имеется в виду. Часто бывает отторжение имплантов, если есть сопутствующие патологии, аутоиммунные заболевания. Это аутоиммунный тиреидит, ревматоидный артрит и другие аутоиммунные патологии, которые пациенты чаще всего нам о них говорят. Тогда, например, капсинная контрактура, могут быть сиромы. В таких случаях, да. У меня пятый размер груди. Естественно, она отвисла. На третью можно убавить? Можно и на вторую, и на третью. Мы с пациентом совместно определяем будущий оптимальный размер перед операцией. Пациент также мне говорит, и, соответственно, и я даю свои рекомендации. Опять вопрос, можно ли кормить грудью, мы уже ответили. Сколько стоит подтяжка груди без имплантов? Цены все на сайте. Дальше. Тут я не поняла. Скульптурирование живота переносится легче ли по сакции? Нет, одинаково сложно. И скульптурирование живота ли по сакции – это сложная операция, поэтому слабость наблюдается. Боли нет. Слабость наблюдается. А что такое скульптурирование живота, я не знаю? Что такое скульптурирование живота? Помимо ли по сакции, когда хирург прорисовывает линии, прямые линии живота, косые линии живота. А, то есть кубики делает? Да, кубики. Либо даже кубики, чаще всего мужчина, а женщины любят прямые и косые линии. Красно. Так, как к вам попасть? Ну, как попасть? Сайт доктора Василенко, доктор Василенко Инстаграм. Звоните в клинику, записывайте или личному помощнику Ирины. Как проще, Ирина, к вам попасть? Расскажите. Мне кажется, проще всего зайти в Инстаграм, там топлик нажать, сразу вы переходите в WhatsApp моему администратору. Это наиболее простой вариант. Какие? Ничего надо не записывать, просто нажать, и вы уже в WhatsApp. Главное. Какие анализы нужно сдавать, прежде чем сделать грудь, и какие есть противопоказания? Значит, вы приходите на консультацию, заполняйте анкету, где мы уже видим, какие у вас патологии, заполевания, операции и так далее. Потом вы еще сдаете анализы, в том числе мамолог, гинеколог, терапевт, сосуды нижней конечности, доплер. И по анализам мы также определяем противопоказания. Очень большие ореолы сосков. Что можно сделать? Можно сделать уменьшение ореол. Уменьшение ореол, да. И тут уже вот именно по конкурсу вопрос. Можно ли заменить грудь на работу с лицом? Можно. Вы выберите сами операцию. Какая-то, Николай. Супер. Да. Опять звук пропал. Скажи, алло, алло. Нормально вроде. Нормально. Так. Можно ли сделать грудь так, чтобы не видно было шрамов? Да, очень часто. Рубцов не видно через год, их просто невозможно идти, поэтому все можно. Когда начинать делать подтяжку кожи после похудения? Ирина уже сказала, когда вес вы стабилизируете, тогда уже вы можете делать подтяжку. Ну, то есть абдоминопластику, наверное, имеется в виду. Можно ли переделать прежнюю мамопластику? Очень часто. Реоленда протезирования. У меня за последние полгода было около 10 реоленда по разным хирургам, поэтому это достаточно частый такой вот случай. Нужна ли будет повторная блефоропластика лет через 10? Скорее всего, не блефоропластика нужна будет, а подтяжка либо средней зоны, либо верхней трети, доскопия, литинг. Чаще всего это требуется, а не повторная блефоропластика. Вопросов нет, одно восхищение. Вы обе прекрасны телом и душой. Спасибо большое. Можно делать грудь, но есть страх огромной к пластике. Ну, у многих есть страх, надо с ним бороться. Нет, на самом деле. Да, так. Так, все, да. А после нити на лице можно делать круговую подтяжку? Да, сложно, но можно. Практически все мои пациенты идут с нитями на лице. Это все. Я вот у Ирины тоже недавно спросила, говорю, Ирина, может мне пора уже низ тянуть? Она так поддержала, говорит, типа пора. Она говорит, у тебя столько нитей, но у меня реально столько нитей. Ну, мы будем решать будем этот вопрос. Ну, в эфире все покажем. Посмотрите, насколько... 100%. И последний вопрос. Обвисший фартук после двух кислородов сечения, что делать? Ну, понятно, что делать. Абдоминопластик. Либо мини-абдомина, либо абдомина. Да. Вот. И хочу вам, знаете, еще что сказать? Ну, Ирина, сколько вам лет? Вы не скрываете же свой возраст? 84-го года рождения. Да, 84-го года рождения. Вот. Она на два... Яночка у меня 89-го года рождения. Она 5 лет старше Яночки. Значит, Ирине 36 лет. Но она молода и прекрасна. Главное, талантливая. У нее легкая рука. Операция на грудь, которую Ирина мне сделала, вот в апреле дала свои прекрасные результаты. А про лицо, глаза я вообще молчу. Ребят, ну что, мы вас с Ириной ждем. Мы надеемся, что вы сможете воплотить свою мечту. Уменьшить член обязательно можно. Только тебе кажется, малыш, что его нужно уменьшить. Тебе просто нужно мозги немножечко на место поставить. И с членом сразу станет все в порядке. Да? Меньше 4 сантиметров, то куда уж? Ну зачем ты так? Не надо. Ириночка, спасибо вам огромное. Спасибо. Да, если будут еще вопросы, я скринов наделаю тебе пришлю. Может быть, и у себя потом в сторис там когда-то подпишешь. Да. Купим вас. И хочу еще раз сказать, девчонки, что пластик – это прекрасно. Но вот сейчас в клинике у Ирины с 70% скидкой можно купить абонемент на год. Вот что туда входит? Скажи, Ирина. Мне кажется, практически все. Мезо, био, все. Все, мезо, био, лазеры. Ну не знаю, если это не сделать, просто вот как бы, ну это глупость огромная. Кстати, вот эту цепочку золотую мне подарила Ирина, между прочим. Ирина, опять какой-то звук, блин, пропал. Про прокалывание ушей мы можем отвечать. Это как-то уж очень, ребята, низкий вопрос по уровню для хирурга пластического ведущего страны и чуть ли не мира. Уши ваши снова не оттопырятся. Но Ирина ушами не занимается. Операция очень долгая, трудоемкая, а смысла в ней никакого нет. Найдите себе кого-нибудь начинающего хирурга, и он вам сделает уши. Про блекопластику Ирина говорила. Нет, у Ирины не сделана грудь. Вот Ирина абсолютно натуральная, у нее только сделан носик, потому что он у нее не дышал. Ирина вас любит и меня любит. Уши пришиваем, члены удлиняем, делаем все. Ура! А мне сейчас Ирина поколит. Ирина сейчас поколит вокруг отоботов, потому что у нее, видите, здесь собираются всякие складочки. Ирина сейчас все поколит. И еще мне Ирина колит, как это называется, я забыла. Мы делаем курс, чтобы я была еще моложе, молодее и прекраснее. И прекраснее. Все, пока-пока, ребята. Спасибо за ваши вопросы. Подписывайтесь на спонсоров и ждите выигрышей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!